Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и задают мне коллеги вопрос на основании каких документов вы работаете в области обеспечения безопасности человеческого фактора различных предприятий. Мы действительно работаем не только в области атомной энергетики, но и нефтегазовой, и медицины и так далее, и так далее, и так далее. Нормативно-организационных документов достаточно много. Если говорить о нашей работе применительно к атомной отрасли, то прежде всего мы руководствуемся федеральным законом об использовании атомной энергии, номер 170, федеральный закон, по 21.11.1995 года. В данном законе есть такая вот замечательная статья под номером 27. Здесь вот я ее не буду зачитывать, можете сами прочитать. Эта статья, собственно, определяет и закладывает основу работы лаборатории психологического обеспечения на территории Российской Федерации. Здесь четко в этой статье прописано о том, что работники потенциально опасных производств должны проходить медицинское обследование, освидетельствование и обязательными являются медицинские осмотры и психологические обследования. То есть не только медицинские осмотры, но и психологические обследования. Замечательно. Федеральный закон, вот эта краеугольная основная обова статья, она позволяет нам существовать, работать и выполнять какие-то работы, какую-то деятельность в обеспечении безопасности человеческого фактора в области атомной энергетики. Точно такие же законы существуют применительно к другим областям, ну нефтегазовой в частности, как пример приведу, самый простой, да, казалось бы, где атом и где нефть и газ. Но, тем не менее, значит, наше предприятие, связанное, любое предприятие, связанное с добычей нефти, газа, его переработкой, они сплошь и рядом используют чуть менее одного десятка важных приборов в своей работе, которые вот они применяют при добыче нефти и газа, которые содержат в себе достаточно мощные источники ионизирующего радиоактивного излучения. Для того, чтобы работать с этими приборами, газовщики, нефтегазовщики, они должны получать такие же разрешения, то есть допуск к работе с этими приборами сложными, да, то есть там измерительными, я так понимаю, они, значит, должны также получать вот эту самую индивидуальную лицензию на право работ в области использования атомной энергии. Соответственно, также подчиняются они этому 170-му федеральному закону и вот этой самой статье номер 27, что они проходят не только медосмотры, но и психологические обследования. Ну хорошо, вот с этим основанием мы разобрались, а теперь смотрите, значит, чем в дальнейшем регулируется деятельность лабораторий, то есть помимо того, что вот есть этот федеральный закон, есть, сейчас я вам покажу, постановление правительства Российской Федерации от 01.03.97 года номер 233, которое определяет, и тут я все-таки должен зачитать, о перечне медицинских противопоказаний, то есть есть там в этом документе противопоказания и перечень в этом документе очень обширный, должностей, на которые распространяются данные противопоказания, а также о требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии, перечень медицинских противопоказаний для работников объектов использования атомной энергии. И что здесь перечисляется? Выборочно, вот мы это сделали, да, то есть вот этот слайд, здесь перечисляются те противопоказания, те проблемы, с которыми сталкиваются работники неодерно-томленных предприятий, газовщики, транспортные предприятия, которые также транспортируют по территории Российской Федерации, и за ее территорией транспортируют какие-то потенциально опасные грузы. То есть, допустим, как самый яркий пример, транспортировка обогащенного урана с Уральского электрохимического комбината, с которым мы дружим и работаем уже не один десяток лет. То есть существуют отделы, которые транспортируют вот эти ионизирующие материалы, как на автотранспорте, так и железнодорожным транспортом. То есть перегоняют продукцию этого предприятия крупного, на Среднем Урале предприятия, связанного с обогащением ядерных материалов. Они их транспортируют, значит, в Санкт-Петербург на корабли, обратите внимание, то есть и затем эта все продукция уже уходит по всему миру. То есть там и за границу, и везде, и везде, и везде. Обратите внимание, я говорю о кораблях. Соответственно, в нашей сфере деятельности присутствуют не только, допустим, водители, которые перевозят вот этими специализированными машинами ионизирующие материалы и транспортируют их, допустим, до какого-то атомной станции, предположим. Железнодорожным транспортом везут с Урала, со Среднего Урала везут в Питер, на корабли перезагружают вот эти контейнеры с этим материалом и, соответственно, транспортируют везде. Но это ни для кого не секрет. Соответственно, в нашей сфере попадают те капитаны. И вот у нас был такой случай. Мы, значит, проводили обследование дистанционное для капитанов морских судов. Не речных, а морских судов, которые затем, вот они как бы капитаны, да, то есть транспортируют вот этот груз с ионизирующими источниками, транспортируют по всему миру. Развозят там на предприятии Европы, там, я не знаю, Японии, Америки и так далее, и так далее. То есть везде, где нужен обогащенный уран для работы атомных электростанций. То есть под перечень этих профессий попадают непосредственно сами атомщики, работники нефтегазовой сферы, использующие ионизирующие источники излучения, значит, железнодорожники, ну, то есть имеется в виду сопровождающие грузов, руководители этих предприятий, которые этим непосредственно занимаются. Ну, и как вы уже вот видели, то есть капитаны судов, которые даже вот транспортируют, затем это по всему миру развозят. Вот такая вот география. Я могу об этом еще много говорить, поскольку помимо атомщиков, транспортников, там, капитанов и так далее, существуют другие нюансы. То есть другие случаи, когда люди сталкиваются с какими-то ионизирующими материалами и так далее. Строители, ну, упомяну просто, полный перечень тех предприятий, тех видов производственной деятельности можно посмотреть на нашем сайте. То есть те отрасли деятельности, в которых задействованы, значит, какие-то материалы и, соответственно, которые должны получить, вот эту, работники этих предприятий также должны получить индивидуальные лицензии на право ведения работ в области атомной энергетики. Одним словом, вот 170-й федеральный закон и постановление правительства. Там все это очень подробно изложено. Никакой тайны мы из этого не делаем. Все эти документы можно получить и найти у нас на сайте и четко себе понять, подпадаете вы под это действие, требует от вас Ростехнадзор получения таких индивидуальных лицензий. Не требует. Соответственно, полная информация с нюансами, досконально, подробно все находится на нашем сайте. То есть вот задают вопросы руководители, почему мы вроде бы как бы не атомное предприятие, далеко не атомное. Извините, ребята, вы транспортируете, да, и неизвежившие источники или эксплуатируете какие-то приборы, содержащие. Ну вот требования Ростехнадзора. Это действительно серьезно, человеческий фактор, когда там, но это отдельная тема для разговора, когда допускают какие-то люди ошибки в той или иной области, если это еще связано с какими-то ядерно опасными производствами, ионизирующими источниками излучения. Это чревато, чревато, чревато. Чернобыль никто не отменял. Каждый год на каждой атомной станции из 10 в Российской Федерации происходит 3-4 останова. Иногда эти остановы, так их называют сами атомщики. Не остановки, а остановы вот этих блоков реакторных. Соответственно, иногда эти остановы, они внеплановые. То есть срабатывает психологический фактор, люди допускают ошибки, как наиболее яркий пример того, зачем и почему вообще нужны как медицинские осмотры, так и психологические обследования. На этом все. Будут какие-то вопросы, пишите и задавайте их под этим видео. Задавайте мне вопросы по электронной почте. Заходите на наш сайт lpfo.pro и приглашаю вас к сотрудничеству. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.